Озвучена программа празднования Дня России. На площади Куйбышева 12 июня воплотят в художественных образах основные вехи истории нашей страны. Творческие площадки начнут работать в 2 часа дня, а вечером концерт от столичных звезд. Подробнее о праздничной программе в нашем сюжете. Монтаж главной сцены на площади Куйбышева уже идет. В этом году, в День России, организаторы решили объединить сразу несколько основных вех истории. В Самаре исполняется 430 лет, губернии — 165. 75 лет назад Куйбышев признан второй столицей, а ровно 55 лет назад человек впервые побывал в космосе. Последнему, как и вообще достижениям в аэрокосмической отрасли, будет уделено особое внимание. Специальную площадку выделят для тех, кто захочет побыть ближе к звездам. У нас впервые будет развернута на территории площади уникальная экспозиция, создание которой примет участие не только музей «Самара космическая», но и ЦСКБ «Прогресс», СНТК имени Кузнецова, которые приведут туда реальные действующие экспонаты, модели, в том числе побывавшие в космосе. Выставку своих последних моделей проведет и «АвтоВАЗ». Всего работать будут 15 тематических площадок – детский, спортивный, контактный зоопарк. А в пять вечера начнется музыкальная программа. Петь будут о родине, Самарском крае и Волге. А как только стемнеет, покажут лазерное шоу. В виде объемных изображений предстанут монумент на площади Славы, железнодорожный вокзал, памятник Ил-2 и другие узнаваемые символы города. Вообще программа творческая будет состоять в шести блоках. Первый, я уже сказала, детский. Второй блок – это «Мы живем на Волге», где будут представлены и Волжский народный хор, и наши народные творческие коллективы. Третий блок – это блок «Я лечу над Россией», где наши вокалисты Самарской губернии исполнят песни о России. Основная часть зрителей, конечно же, подтянется к вечернему концерту в программе, помимо выступления местных коллективов, Александр Маршал и группа «Кипелов». Ну а после над Самарой прогремит праздничный салют. Нина Ванина, Михаил Смирнов, Новости губернии.